Знаете ли вы, что богатейший человек в истории Джон Рокфиллер смог заработать свои первые 50 долларов, работая целых три месяца подряд? К тому же, с такой зарплаты Джон еще и умудрился пожертвовать 5% церкви. Затем началась успешная страница его жизни, в которой средний заработок Рокфиллера составлял таких же 50 долларов, только уже в минуту. Конечно же, у Джона Рокфиллера, как и у многих миллиардеров того времени, был свой секрет. Но его суть была необычной, потому что использовал его Джон только ночью. И именно благодаря такой денежной хитрости он прожил долгую и богатую жизнь. А теперь представьте, что у вас тоже был бы шанс заработать миллиарды долларов, просто сделав то, что делал Джон Рокфиллер каждую ночь. Вы бы им воспользовались? Если да, то советую досмотреть ролик до конца и внимательно прислушаться к советам хитрица Рокфиллера, потому что они сделают вас богатым. Приветствую на канале «Заметки миллионера». Хочешь знать все денежные секреты? Тогда просто подпишись. Джон Дэвисон Рокфиллер впервые снискал славу в 1907 году, когда официально стал первым миллиардером в истории человечества. Но неофициально главной его заслугой считают филантропию. Джон даже основал личный фонд, который щедро жертвовал большие суммы на образование, медицинские исследования. А также Рокфиллер стал основателем Чикагского университета. Хотя есть и темная сторона его жизни. Именно из-за предпринимательской деятельности миллиардера в США и Европе ввели антимонопольные законы, потому что Рокфиллер контролировал 90% нефтяной промышленности. Следует отметить, что доминирование компаний-предпринимателя отразилось на повышении качества нефти и снижении ее стоимости. И это нравилось покупателям. Однако меры, которые он предпринимал для укрепления монополии, были нежелательными. Компания угрожала конкурентам и тайно скупала разорившиеся компании по низким ценам вместе с прилегающими железными дорогами. Из-за этой истории многие считают успех Джона Рокфиллера незаслуженным и нечестным. Но вскоре после этой ситуации самый богатый человек в истории выдал книгу «Как я стал миллиардером», где решил раскрыть факторы, которые повлияли на его богатство. Но на самом деле между строк Джон Рокфиллер открыл миру свой главный денежный секрет, который должен знать каждый будущий миллионер. «Получайте 9,5% годовых по накопительному альфа-счету. Самая высокая ставка в России. Альфа-банк. Лучший мобильный банк». Отсутствие корысти – верный способ добиться успеха. Джон Рокфиллер пишет, что выбрать дело жизни нужно, опираясь на вопрос, где я могу принести максимальную пользу обществу. В книге он отмечает, что те, кто проявил высочайшую заботу об обществе и мире, имеют право рассчитывать на высочайшие победы и успех в жизни. Предприятия, искренне заботящиеся о благе наибольшего количества людей, обязательно будут прибыльными. Бесполезные же компании никак не могут принести ни доход, ни успех. Вот что пишет Джон в своей книге «Как я стал миллиардером», если бы у него спросили, что он может посоветовать юноше, который только выбирает свою жизненную стезю. Если в твои планы входит достигнуть действительно серьезных высот, то будешь ли ты трудиться на себя или станешь наемным работником у кого-то? Не вступай в свое дело с идеей непременно заработать на нем как можно больше денег. Прежде чем выбрать свое призвание, задай себе вопрос, в какой области я могу принести максимальную пользу обществу. Прислушайся к первой мысли, что посетит тебя в ответ на него. Помни об этом, смело иди по выбранному пути. Каждый шаг будет приближать тебя к настоящему успеху. В бизнесе побеждают хитрые языки Партнеры и друзья Рокфеллера часто сравнивали его с Лисом, потому что он был очень хитрым и имел подвешенный язык. Но сам Джон всегда говорил, что важно не обладать качествами, а правильно ими воспользоваться. Так, суть его первоначальной бизнес-стратегии заключалась в том, что при знакомстве с партнерами он рассказывал лишь о своей компании и не пытался сразу продать свои услуги. Такой подход имел обратный эффект. Партнеры изъявляли желание с ним работать. Я очень быстро понял, что самый целесообразный способ завязывания деловых отношений – заявить об открытии нашей новой компании, но не упоминать о том, что мы хотим получить заказы. «Я просто говорил оптовым комиссионерам, что, являясь представителем фирмы «Кларк и Рокфеллер», рассказывал об основании компании и никак не проявлял желание тут же оформить деловые отношения. Я отмечал, что потом, когда-нибудь, мы будем рады оказать свои услуги и так далее. Однако к нашему изумлению, словно по волшебству, к нам начали один за другим поступать заказы в таком количестве, что мы едва успевали их выполнять», – пишет Рокфеллер. Главный ингредиент в рецепте достижения успеха Если вы хотите построить бизнес, то всегда стоит соблюдать порядочность в отношениях с партнерами, не стоит стремиться к сиюминутной выгоде. Джон Рокфеллер пишет, что часто предприниматели оправдывают себя, что других вариантов не было. Однако, если для себя принять правила честной торговли и придерживаться этого принципа, то будет гораздо легче и проще строить свой бизнес. Ответственное, продуманное и точное исполнение своих обязанностей, ведение бизнеса только по правилам честной торговли. Длительный успех невозможен, если предприниматель не придерживается честных действий, только они могут вызывать доверие к коммерсанту. Именно это доверие и является тем капиталом, который в цене всегда и всюду, и к накоплению которого стоит прикладывать все силы. Не сходите с прямых, старательно проторенных путей доверия и порядочности. Не стремитесь свернуть на окольные тропинки временной стремительной прибыли. Помните, что невозможно быть победителем всегда и во всем. Пишет Рокфеллер. Получайте 9,5% годовых по накопительному альфа-счету. Самая высокая ставка в России. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. У победителей всегда есть план. Джон Рокфеллер пишет, что зачастую предприниматели не могут сказать, что привело их к успеху. А они не анализируют информацию, не смотрят отчеты. У него же во главе угла всегда был четкий план. Он советует всегда детально изучать все, что так или иначе относится к вашему бизнесу. Основательно выстраивать свою позицию, чтобы в случае провалов и промахов всегда надежно стоять на земле. И важно не приукрашивать реальное положение дел. Четкий план. Анализ и наличие плана Б. В этом и заключается секрет успеха. Еще до того, как начать какое-то дело, подумайте, по плечу ли вам победоносный результат. Всегда смотрите вперед. Поразительно, как много вроде бы трезвомыслящих коммерсантов ввязываются в предприятия, даже не уразумев условия, в которых идут на риск. Правление Standard Oil Company с первого дня строго вело отчетность. «У нас всегда было полное понимание, где мы понесли убытки, а что принесло прибыль. Мы никогда не обманывали сами себя», – пишет Джон. Главный секрет хитрого миллиардера. Рокфеллер начал самостоятельно зарабатывать деньги с 16 лет. Он работал на должности помощника-бухгалтера, получая 50 центов в день. Эти копейки доставались ему благодаря тяжелому труду. Каждую ночь Джон анализировал свой доход и будущие возможности. И однажды просто пришел к выводу, что по-настоящему зарабатывать можно только имея свое дело. Именно этот момент изменил его жизнь. Движение к созданию собственного бизнеса сделало его самым богатым человеком в истории. И если вы также считаете копейки, хотя целыми днями просиживаете на работе, просто задумайтесь, что будет дальше. Сможете ли вы осуществить свою мечту и стать богатым? Или, возможно, стоит прямо сейчас взяться за голову и стать предпринимателем? Создать свой бизнес и, занимаясь любимым делом, наслаждаться каждым днем жизни. Только правильный выбор сделает вас богатым. С вами были заметки миллионера. Ты станешь богаче.